11.06 в Кирове начинается программа С одной стороны, Всероссийский день трезвости, а с другой стороны, день с граненого стакана Как это понимать вообще? Я не понимаю Вот Россия-матушка удивляет нас Отлично, ну прекрасно, конечно У тебя есть дома граненые стаканы? Кажется, нет Кажется, нет Вот, значит, тема у нас очень интересная В первом часе мы давно с вами напрямую не обсуждали Так, чтобы вы свои отклики нам в эфир выдавали Ну а инициативы властей Так вот, власти намерены реконструировать театральную площадь Реконструировать театральную площадь Я попрошу тебя, Балути, сразу озвучить, что они имеют в виду Сообщение, ну оно такое было не слишком заметное И не слишком большое Я надеюсь, что Ирина Васильевна Рубцова Начальник управления градостроительства и архитектуры Администрации нашего города Чуть позже нам пояснит Все более подробно расскажет Ну вот, что я читаю Проект реконструкции главной площади области Должен сочетаться с исторической средой Ее масштабом и стилистикой В границы территории объекта Также должны войти скверы Прилегающая уличнодорожная сеть И те, кто будут работать, участвовать в этом конкурсе Должны предусмотреть разделение театралки Уж простите, что я сокращенно так Кому-то не нравится, я знаю, театралка Хорошо, театральная площадь Общественная административная Зона проведения культурно-зрелищных мероприятий Мемориальная зона Студенческая зона отдыха Хозяйственная зона, в скобочках, парковки Важно, что Мерита делает Она объявила о проведении конкурса На лучшую концепцию реконструкции Театральной площади Постановление, соответствующее, опубликованное на сайте Городской администрации И почему стало Необходимо реконструировать Театральную площадь, что за конкурс такой Кто в нем может принять участие С чем это связано Потому что совсем недавно, в этом году В этом году Перекладывали прилегающие дороги Обновляли На театралке Карла Маркса Карла Липних Дериндяева здесь прилегающая Потом сцену строили Последние два года Фасады делали, красили Вот этой ярко-желтой краской Еще что-то И тут снова конкурс на реконструкцию Я не знаю, но деньги-то немалые Деньги-то немалые А теперь конкурс на реконструкцию Всей театральной площади Почему вдруг Что случилось Какие деньги на эти выделяются Конкурс на возмездной Безвозмездной основе Что с этой концепцией Кто ее могут Куда посылать Мы хотим это выяснить Но у вас, конечно, горожане Хотим спросить А вы какой хотите видеть Театральную площадь Вы какой хотите Вот я, например, помню, что еще два года назад И три года назад Мы обсуждали, что на театралке Должна быть платная парковка Например, вы за или против Было дело 211-101 После того, как поговорим С Ириной Васильевной Рубцовой Она уже сейчас с нами на связи Начальник управления градостроительства Архитектуры администрации Кирова Мы начнем принимать звонки Ирина Васильевна, добрый день Вы в прямом эфире Добрый день Да, здравствуйте Хотим подробности Вы слышите вот этой реконструкции Скажите, пожалуйста, первый вопрос Конкурс после того, как состоится Мы можем сейчас говорить с уверенностью Что победивший проект Он точно будет реализовываться Ну, я, как и вы, надеюсь на это Потому что, действительно По поводу театральной площади Давно уже были разработки различные Хотелось бы найти оптимальное решение Потому что Это, действительно, центральная площадь в городе Она многофункциональная На нее выходит несколько зданий Это и драмтеатры правительства И здания учебные Она немножко такая неструктурированная И хотелось бы получить более такую понятную картину Разработки у нас уже были Вот насчет платной стоянки Я как-то не совсем согласна Немножко услышала вас Потому что как раз везде Транспорт вводит из центра городов И если бы была какая-то стоянка В квартале от театральной площади Наверное, это было как-то более разумно Это моя точка зрения Ирина Васильевна Вот последний мы сейчас вспомнили с Володей Что каждый год что-нибудь обновляют на театральной площади То фасады тут покрасили То дорогу переложили А почему возникла необходимость конкурс провести И кто инициатор этих действий? И почему именно сейчас? Инициатор, я так понимаю Выполнять такие работы будет администрация города Кирова И вопрос стоял о реконструкции театральной площади Было предложено решение Которое разрабатывала НКО-архитектура Я считаю, оно вполне разумное и нормальное Но вот руководством города Было принято решение Все-таки посмотреть альтернативные варианты Тем, чтобы выбрать оптимальный А в решении НКО-архитектуры Что было заложено? В первую очередь площадь должна стать ровной Не с уклоном, как сейчас И у каждого здания Должно будет создаться собственное пространство Например, перед первым корпусом В ВИАС-ПВУ Должна получиться своя площадка С некими газончиками И с такой зоной приватной Больше для студентов То есть немножко такая И с самой мощением площади Немножко структурировать площадь Мощение площади вы имеете ввиду Убрать асфальт Положить брусчатку Брусчатку положить С рисунком определенным Который создат какой-то рисунок Подразумевало ли решение НКО-архитектуры Еще дополнительное озеленение Введение дополнительных зеленых зон И вот парковки, куда вы говорите Собирались снести? Парковки Парковки там тоже есть Ну, наверное, почти в том количестве Которые сейчас существуют Тихийные Ну и обеленение Там, конечно, больше учитывалось Существующие скверы Их приведение в порядок Потому что два сквера Там есть Как бы по обе стороны Драмтеатра Но они в таком состоянии Которое, конечно, на мой взгляд Хотя бы им надо в первую очередь Удивить внимание сначала Арина Васильевна Еще про фасады Про фасады Вот цветовое решение фасадов Как учитывалось в вашем решении НКО-архитектуры? Потому что мы видим Что в последние годы Красят того, кто во что гораст Ну, эта проблема есть Мы работаем с фондом капитального ремонта В том числе в этом году Поскольку появились Очень странные решения По Комсомольской, например, 30 Проходил недавно Получили ответ Что все-таки будут с нами фасады Согласовывать Обязательно паспорта Ну и, наверное В этом отношении Было бы лучше Если два фасада покрасили По обе стороны правительства Наверное, не так было Это безобразно, да? Ирина Васильевна А вы подробности раскрываете Того, что уже, собственно Архитектура прорабатывала А почему все это Не было реализовано? Это не совсем ко мне вопрос Потому что Тут идет речь Уже капитальных затратов Связанных с проектированием И осмечиванием работы И потом, собственно говоря По реализации непосредственно строительства Сейчас я понимаю Что такая возможность имеется Среди там С федеральными разными программами Связанными там Во всей транспортной системой А все-таки Плосит Это некий транспортный узел Такой пешеходно-транспортный узел Который входит в общую Дорожную сеть куврата И последний вопрос Как этот конкурс Должен состояться? То есть в каком виде И куда разработчики Могут направлять свои решения? Ну, в самом информационном сообщении И в самом решении О проведении конкурса В положении все написано Куда направлять все Значит, по постановлению Федеральному Значит, у нас информация полная Будет выдача сведений Будет выдаваться С начала октября Потому что месяц должно ввестить объявление До 6 ноября По 9 принимаются уже Результаты От разработчиков И дальше работают жюри Понятно, спасибо большое Простите, все-таки уточнение В СМИ есть информация о том Что этот конкурс Приз некий В нем не предусмотрен Предусмотрен только благодарственное письмо А Победитель будет один? Один проект? Или это может быть? Победитель будет Пока мы предусмотрим один Вот с следующего года Мы планируем все-таки Заложить некий призовой фонд И у нас уже есть планы Какие конкурсы Проведем на следующий год Тогда что может привлечь Если это безвозмездная работа Никак не оплачиваешь? Ну, наверное, все-таки Может привлечь Возможность поработать С интересной территорией Получить опыт уникальный Ну и иметь в своем Бонусном Волосном Как бы В портфоле что-то Положить в портфоле Как разъемки какой-то своей Вот такой Что я участвовал в конкурсе И стал призером Финалистом И так далее Ага, начало ноября Вы сказали Принимаются работы А когда уже будут Озвучены победители? Победители Победители Предполагается Все-таки Если будет нормально Это конца ноября Потому что там Срок работы По положению Срок работы Не более месяца С даты Последнего Принять Результатов От участников Спасибо Спасибо Ирина Рубцова То есть ближе к Новому году Мы будем владеть информацией Ирина Рубцова Начальник управления Городостроительства Архитектуры Администрации Кирова Была с нами на связи Мы сейчас прервемся На полминуты 211-101 Номер телефона Прямого эфира Какой бы вы хотели Видеть театральную площадь Горожане Мы будем вас спрашивать И выводить в студию В прямой эфир Итак Мэрия Кирова Объявила о проведении Конкурса На лучшую концепцию Реконструкции Театральной площади Как мы сейчас слышали И нам рассказала Об этом Ирина Рубцова Подробности Ирина Рубцова Начальник управления Городостроительства Архитектуры Администрации Кирова Конкурс безвозмездный Никак не будет оплачен Интерес Как поясняет Ирина Васильевна Может возникнуть У тех конструкторских Бюро Архитекторов Которые хотят Положить в свое портфолио Вот это вот решение И тут есть чем гордиться Если концепция Которую разработали вы Легла в основу Реконструкции Целой театральной площади Целого регионального Регионального центра Почему бы и нет Вот вопрос Кто станет участвовать В таком конкурсе И с какими идеями У нас сейчас стоит Мы задаем этот вопрос И вам Слушатели 211-101 У нас Разворот со слушателями Прямой эфир Вы можете звонить И говорить Как вы хотите Какой вы хотите Видеть театральную площадь Что нужно С вашей точки зрения Учесть Кто-то будет говорить Что необходимо Сохранить Айдентику Все дома Что сохранить Айдентику Айдентика Идентификация Да-да-да-да Вот какая была Такую И трогать не надо Вообще Кто-то может быть Будет против брусчатки Кто-то скажет А пускай у нас будет Центр как в Европе Разноцветные Яркие дома Там да Какие-то я не знаю Арт-объекты И прочее Кто-то Нас задвигал Ты поняли В эфире Ведь не раз мы говорили Не раз мы говорили Про театральную площадь Была история С тем Чтобы опустить Под землю Памятник Ленину Поставить Убрать Александр Шклёд Архитектор Нам говорил Что у него был Концепт по театральной площади Подземные парковки С подземными парковками И торговыми там Пространствами Под площадью Чтобы можно было Ее использовать Да У меня тут вспоминается Эфир с архитектором Из Хельсинки Да Столица Финляндии Где есть город наверху И город еще настоящий Под поверхностью Да Активно развивается Под землей Он пояснял У них там такая геология Камни Которые легко позволяют Это сделать Потому что не протекает Не сдвигаются слои Там Никакие Подземные И прочее Но мы практически Всех спрашивали О том Как вывести Эту театральную площадь И вот я напоминаю Что у нас был эфир Также по платным парковкам Те говорили о том Что просто тут Коллапс Случается Автомобильный На театралке регулярно И не ввестили В первую очередь Платные парковки Именно на театралке Для того чтобы Ее разгрузить 211-101 Что вы считаете нужным На театральной площади Произвести Но ты знаешь Я может быть С Ириной Васильевной Соглашусь Что она какая-то У нас такая площадь Ну такая странная Не структурированная Тут что-то ляпнула Тут что-то ляпнули Нет гармонии Трудно с тобой Не согласиться Я вот сейчас Шел как раз По театральной площади Немножко прогулялся Все это Осмотрел И думаю Вот такое большое пространство И мы как-то его Бездарно используем Честно говоря Меня честно Признаться Раздражает То что Театральная площадь По периметру Обставлена машинами Вот меня раздражает Этого на мой взгляд Быть не должно Фонтан Да изюминка города Но По большому счету Как-то блекло Смотрится на этом фоне Вот это разметка Которую делают Ежегодно К 9 мая Она потом хранится Сохраняется Весь теплый сезон Мы ее видим Пока снегом Ее не припорошит И все эти линии Знаешь Идешь и смотришь Ну вот Как будто нас Заставляют ходить По этим лениям Прямо налево Направо Строим Дети Да Как родители Меня вот я подумал С точки зрения Что бы тут родителей Могло привлекать Тоже наверное Нужно делать все-таки Главная площадь Областного В целом области Когда на ней появляешься По моим ощущениям Ты чувствуешь Вот этот простор Размах И я вот сейчас иду И такая мысль пришла Почему бы не сделать нечто Чтобы показать В первую очередь Подрастающим поколениям Что вот этот простор Ассоциируется с просторами И с размахом Всей нашей страны Сделать бы что-нибудь Что можно было почувствовать Все эти пространства Российские Безграничные От Владивостока До Калининграда Тут какой-то Урал Схематично изобразить Тут еще что-то Самоповерхность Да Вот карту какую-то Российскую Потому что Вот такая вот мысль пришла Ну вот видишь Ирина Васильевна говорила Что брусчатка такая Брусчатка Брусчатка Узором каким-то выложена Брусчатка кстати Это интересная история Потому что Потому что все-таки Мы почему-то Девушки российские Привыкли на каблуках ходить Знаешь как неудобно По брусчатке Брусчатки Я-то конечно уже давно Не хожу на каблуках По улицам Но студентки Регулярно вижу Хорошо Выложат брусчаткой Но с тем условием Что при входе На театралку Будет пункт проката Каких-нибудь удобных Да Удобной обуви Каловщики Пришли на шпильках Девушки Вот снимите Пожалуйста Проходите Между прочим Есть комментарии у нас Под опросом На нашей странице Вконтакте Опрос на тему Изменений на театральной площади Вернее нет Вас устраивает Внешний вид Театральной площади В настоящее время Три варианта ответа Устраивает Вот все понятно Не устраивает С нетерпением Жду изменений Это кстати вариант Лидирует с большим отрывом Это 70 почти процентов Да 70 процентов Не устраивает И ждут изменений И третий вариант Не устраивает У меня даже есть идеи Как сделать лучше И несколько комментариев Есть Вот например Не могу сейчас прочитать Как зовут человека Он не своим именем Подписан У него аккаунт Самое главное Асфальт Это ужасно И просто Все хожу и думаю Надеюсь Когда же его поменяют Этот самый асфальт Почему нет варианта Мне все равно Задается вопросом Леша Ну Леша Мы понимаем Что вам все равно В этом случае Вы высказались Изменения могут быть разные Например Уложить новый асфальт На площади Тоже изменения Это пишет Алексей И еще Есть сообщение От Валерии Она Искренне не понимает С какой целью Наводит непонятный Марафет Когда в городе Катастрофическая Нехватка детских садов И школ Лучше бы детские сады И школы построили Думать над тем Как изменять театральная площадь Есть федеральные Разные программы И деньги из одной программы Например То что касается Дорог и тротуаров Нельзя потратить На детский садик Вот почему Слушатели Давайте подумаем Какие изменения Можно было бы реализовать На главной площади Нашего региона 211-101 Номер нашего телефона У нас есть Заранее Подготовленный список Специалистов С которыми Мы будем связываться И в частности Будем пытаться Сейчас набирать Члена союза архитекторов России Сергея Котова То есть Взгляд Специалистов Безусловно Хотелось бы Вот кстати говоря Ты заметил Ирина Васильевна Сказала Что в плане НКО архитектура Было Как я назвала Архитектуру НКО Некоммерческая организация Извините Может мы имеем Ввиду все таки МБУ Да да Совершенно верно Муниципальное бюджетное Учреждение Архитектуры Да Архитектура Была идея Выровнять поверхность Театральной площади Потому что сейчас Она с уклоном Я вот как-то Сразу напряглась Знаешь почему Угадай Куда пойдет вода Да Как только выровняют Сразу лужа Прямо по центру Образуется Но у нас по-моему Есть тоже на связи Сергей Владимирович Котов Алло Добрый день Добрый день Да Сергей Владимирович Да Член Союза архитекторов России Руководитель архитектурной Мастерской Которая собственно Так и называется Я имею ввиду Именем Сергея Котова Мы обсуждаем План по реконструкции Театральной площади Вчера в предварительном Разговоре с вами Я почувствовал Что у вас Какая-то претензия По поводу бесплатности Этого конкурса есть Вы не считаете Что Да Внимательно посмотрел Вчера Как бы то что вы сказали Еще от условия конкурса И какие мысли Родились Не Условия конкурса Такие Как бы серьезные Что Тут даже И за хорошие деньги Профессионалу Хватит наработаться Вот А То что Вот он Бесплатный Ну Такое ощущение Что Победит никто Дружба Вот Воспользуется Как бы Если какие-то идеи Будут ими Ну Для Администрации Будет все Выдержано То что Конкурс Прошел Как бы Обсуждение Прошло Скорее всего Оно будет По результатам Конкурса А дальше Можно Поручать Какому-нибудь Своему Афилированной Организации Типа МБУ Архитектуры И спокойно Делать То что Они хотят Вот Сергей Автора Не будет Как бы На самом деле Елена Васильевна Рубцова Так и сказала Что будет Благодарственное Письмо И вашу идею Если она победит Использует В реконструкции Кировской области А вы сможете Положить себе В портфолио Это благодарственное Письмо Что вот Пожалуйста Где ваша концепция Насчет Учета Неучета имени И автора Концепции Это хороший вопрос Кстати говоря Даже если По этим Принципам Состоится Конкурс И действительно Кто-то заявится На этот конкурс Я согласна С вами Что хотя бы Имя нужно Озвучивать Человека Который Концепцию Идею Предложил Ну вот Судя по тому Что вы говорите Вы сильно сомневаетесь Что вообще Кто бы то ни было Из серьезных Там например Архитектурных Мастерских И бюро Заявится на этот конкурс Там понимаете В чем противоречие Условия Очень такие Ну хорошие Вот для хорошего Профессионального Там проектного института То есть Учесть нужно все И архитектуру И там Подземные сети Ну много чего Нужно учесть Как бы И вроде Опять же Бесплатно Или же все-таки Нужна идея Какая-то фишка Да Вот Котовка Вот Ради которой Мог бы поучаствовать Допустим И не профессионалы Действительно Вот Потом из них Выбрать наиболее Как бы Ну То что Администрация Считает нужным И уже Разработать С точки зрения Да С точки зрения Конструкционной И архитектурной То есть Либо идея Либо Либо полная Концепция С разработкой Можно я еще Поинтересуюсь Да Вот у специалистов Профессионального Архитектора На такую работу Параметры мы уже знаем Сколько времени Можно Уйти Может уйти Вот Судя по вашему опыту Сергей Владимирович Сколько это Неделя Месяц Полгода Это Ну Порядка Месяц Такой Хорошей Плотной Работы Не отвлекаясь Ни на что А если Просто идея Концепция Ну если просто идея Там недостаточно Допустим Там и Той же самой Недели Какие-то Условные Схемы Как бы Показать Направление Куда Чего Хочу Как бы И да И все Вот если Мы пойдем По второму Там Варианту Когда Принимается Именно Концепция Именно Идея Вы будете Принимать Участие В этом Конкурсе Ну и Если Имя Конечно Прозвучит Человека Ну Понятно Как бы Заманчивая Охота Ну я Просто Понимаете Мы обожглись Уже Архитекторы Профессионалы У нас Каждый раз Когда Менялась Администрация Когда Приходил Дран И Когда Приходил Лопаткин Они Каждый раз Вызывали Архитекторов Говорили Ребята Давайте Рванем И Ребята Бесплатно Что-то Делали Причем Рисовали Подавали Это же Ваша Будущая Работа И Сами Понимаете Результат Нулевой Был И Сейчас Профессионалы Обжегшись На этом Вот На все Эти Конкурсы Там И Жовский Что-то Там У вас Дела И На этот Смотрится Пасхать То есть Все говорят А вот Зачем Мне это Надо Работаться Да Мы вас Поняли Сергей Владимирович У меня К вам Непосредственно Вопрос Вы Сейчас Уже Два Проекта Упомянули Вот Театралка Первая И Ежовский Комплекс Второй Вам Лично Как Архитектору Какой Из Объектов Интереснее Вы За что Был Взялись Вот Прям Нравилось Я площадь Театральную Больше Знаю Чем Ежовская Вот Эта Ситуация Тем более Я как-то Один раз По молодости Там Пытался Что-то Сделать В районе Фонтана И У меня Местные Коллеги Сказали Ты что На Святое Покусился Ну я Немножко Пришли Потому что С Новосибирска Сам Вот И Ну по крайней мере Я уже Прочувствовал Ситуацию А вы хотели Концептуально Изменить Эту историю С театралкой Или вообще Фонтан убрать Что вы хотели Не Ну Не совсем Фонтан было Убрать Но там Надо Кардинально Разбираться Там Развязка Такая Напряженная Довольно Так Улица Площадь Вообще Мы знали Эта площадь И дать Автомобилистам Там парковаться Они с удовольствием Там заедут Туда И все И всю площадь Мы получим Такую Автомобильную 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 Мобильную Ситуацию Очень тяжелую Там Я вот Насколько помню В свое время Архитектор Павлов Он предлагал Какую-то подземную Парковку Но я вот Допустим Не знаю Состояние сети Там вообще Можно лезть Под эту площадь Или нет А это Павлов Все-таки был Я почему-то Ашклёду вспомнила Я работал раньше Много Чепецку В свое время В молодости Отдал У нас там была Бригада Авторского надзора От Ленинграда Мы работали И когда они Мне обратились Буквально Вот в этом году Я с удовольствием Сделал им Каринторф И Сквер Вот И еще они Ко мне обращаются То есть Но они оплачивают Эту работу Ну где-то Было оплачено Там В какой-то части В другой Как бы Пока только Ну На таких добровольных Началах Вот Ну понятно Что с перспективой Что потом Все-таки Рабочку Если что Поможете нам довести Ну и все-таки Сергей Владимирович Последний вопрос На ваш профессиональный взгляд Учитывая Современные Какие-то тенденции В архитектуре И современные веяния И в том числе Делая связь С историей В каких На ваш взгляд Изменениях Нуждается В настоящее время Театральная площадь Какие-то у вас Основные моменты Озвучите пожалуйста Ну основной Вот там Решение Все этой транспортной Развязки В районе Театральной площади Потом Я считаю Не совсем нужна Она вот Сквозном Таком варианте Когда на нее Можно заехать Выехать Может быть Здесь какую-то Рекрессионную зону Организовать Отсеть ее От этой улицы Там у нас Вот Ну и По архитектуре То что вы говорите Исторической Там По хорошему-то Ничего ценного Особо нету Такая Как бы Ну архитектура Стандартная Советских Еще тех времен Но ее По крайней мере Нужно качественно Так далее Сделать Вести ее Как положено Вот И по цветовому решению И какое-то Вот Единство Стилей Как бы Попробовать Это все-таки Оформить Загнать Потому что У нас там Где-то Эстрада выбивается Непонятно как Это несчастная Сцена Честное слово Да Как театр Потом подумать Вот нужна ли Такая большая площадь Тут тоже еще Надо задуматься Вопрос Да-да-да Может быть Ее более Такой Компактный Компактный Да И вот эти вот Празднования Елок Которые Как это Постоянный год Как цунами Там просится Через нее Вот Я Вот Тут такие Глобальные Будли Надо Вопрос stun Надо Спасибо Да-да-да-да-да-да-да Спасибо большое Сергей Котов Член Союза Архитекторов России Был с нами На связи Время рекламы У нас Подошло Давайте Прервемся Скоро Продолжим Театральная площадь Будет Реконструирована Об этом заявила городская администрация, и есть даже проект реконструкции, который НБУ архитектура создала, но все-таки администрация решила, что давайте спросим еще и стороннее мнение, пусть будет второе, третье, четвертое, рассмотрим эти идеи, может быть, эти идеи используем для изменения концепции работы театральной площади. Вот мы уже связывались и с Ириной Рубцовой, и с Сергеем Котовым, архитекторами, они говорят, что такая, я так поняла, и из первых, и из вторых уст, что не нужна такая большая театральная площадь, она не функциональна в таком виде. Я бы не торопился. Ну как? Ирина Васильевна сказала, что нужно у вуза сделать какие-то свои территории, чтобы студентам было понятно, что территория вузу принадлежит. Сергей Владимирович Котов сказал, что тоже непонятно. Кстати, вон твои слова подтверждать, непонятно, как она работает, эта театральная площадь между парадами 9 мая, на которой все сложнее собирать части военные, потому что их не становится у нас больше, и там новогодней елкой, и этими несчастными ярмарками, которые у нас встают. Ярмарки уже не проводятся на театральной площади, о чем говорил начальник управления предпринимательства и потребительского рынка. Ларечки такие стояли, а на театралке-то как раз проводятся. Точно он говорил, что есть идея освободить все-таки театральную площадь от ярмарок. Ну и вот смотри, и городская администрация предлагает всем подумать над тем, какой хотим мы видеть театралку, и поэтому мы тоже делаем такой эфир. 211-101, у вас есть возможность сегодня высказать свое мнение, какое оно должно быть, потому что у нас разворот со слушателями, мы принимаем прямые звонки. 211-101. У меня предложение, чтобы побудить слушателей нам все-таки звонить, дробить на мелкие вопросы. Вы за то, чтобы Ленина убрать? Убрать Ленина с театралкой. С театральной площади? Да. Или за то, чтобы его сохранить? Мемориальный комплекс. Да. Вы за то, чтобы в брусчатку ее переложить? Или против? Пусть в асфальте останется. Да. Вот такие мелкие вопросы. Вообще сделать парк на театральной площади. Просто парк. А что, не футбольное поле? Нет, парк. Вот я хочу, чтобы были большие деревья, красивые, и между ними с детьми как раз можно было бы гонять на роликах. Тогда уж не парк, а тогда уж зимний сад, учитывая то, что по театральной площади всякие коммуникации. Накрыть куполом. И все еще накрыть куполом сверху. По трубам это же все будет подогревать снизу. Так это дорожки можно с подогревом. Дорожки сразу с подогревом. Дорожки сразу с подогревом. Отлично. Да, деревья, дорожки с подогревом. Вот, я за. Я серьезно говорю. Так, у нас на связи Дмитрий Шеляев, руководитель Центра современного искусства Галереи Прогресса. Дима, добрый день. Света, добрый день. И вот, значит, город задумался над тем, что функционально нужно изменить театральную площадь над ее реконструкцией. Какие у тебя есть идеи по этому поводу? Ну, главное правило, я думаю, что кто будет проектировать, чтобы у него не было заинтересованности, личные, скажем так, чтобы это было как бы общее понимание улучшения городской среды и не вписывать туда какие-то финансовые структуры на будущее. То есть, например, если человек работает на автосервис, чтобы он там, не дай бог, автосервис не спланировал на театральной площадке. Дилерский центр по продаже Майбах или Мезерайте, не знаю, что-нибудь. Да, если там увеличится количество зелени, это будет хорошо. Мне кажется, очень важная составляющая площади, когда она нейтральна, она не зависит от каких-то смыслов, она не угнетающе действует на каждого, каждый там и там комфортно. Сохранить это большое пространство, которое нас окружает, когда мы появляемся там. И если появятся, ну, как бы, стоянки для велосипедов, очень красивые, это хорошо. Если будет больше деревьев, это очень хорошо. Ну, надо, чтобы занимались этим профильные специалисты. Очень хороший опыт Москвы, то есть Кремль и то, что с парком зарядье. Насколько это применимо к нам, надо, чтобы опять же решали профильные специалисты. И вот второй вопрос, который как раз профильный специалист Сергей Котов задал. Он говорит, ну, это бесплатный конкурс. Непонятно, то ли нужна целая там разработка со всеми там техническими вопросами, или только идеи, концепции. И станут ли участвовать в этом конкурсе архитекторы для того, чтобы просто свою идею подарить? Все это вы знаете. Мне кажется, очень было бы своевременное решение привлечь молодых специалистов, тоже профильных, потому что они находятся в контексте времени. Они понимают, что такое современный дизайн. Но также по итогам конкурса, я думаю, что молодые специалисты откликнутся. Вопрос только времени и вопрос подачи рекламы, информации о том, что есть такой конкурс. Им это будет важно забрать проект в портфель для того, чтобы потом себя более удачно, уверенно продавать. И когда они сделают эти проекты, уже люди со статусом, с жизненным опытом, очень важно, архитекторы, дизайнеры тоже будут к этому привлечены и коллективно примут решение, что да, это функционально, да, это красиво. Вот интересно то, что вчера, когда Володя, Володь, поправь меня, если я неправо, разговаривал с Сергеем Котовым, он даже не знал, что такое конкурс объявлено. Да, он говорил о том, что подскажите, а где можно об этом почитать. Как же знают другие вот эти молодые независимые со всей страны архитекторы? Это проблема, это главная проблема. Есть люди, которым нужно просто узнать об этом. И, как правило, талантливые люди об этом не знают, или у них нет мотивации для того, чтобы начать что-то делать. Поэтому нужно громкое оглашение конкурса. Вы же понимаете, зачем это делалось раньше? Тихо проводились конкурсы для того, чтобы получать откаты, наверное, и получать какие-то деньги. Поэтому в этом случае, когда проводится такой значимый для нашей области конкурс, нужно максимально громко о нем заявить. Что нужно от нас, мы готовы, если нужно. И люди появятся, и людей привлечь. Есть талантливые ребята, молодые дизайнеры в нашем городе. Я вас уверяю на личном опыте. И подтвержденными специалистами в городе Москва. Дмитрий, а если говорить о вашем профиле, должна ли главная площадь Кирова, области, привлекать туда художников, людей творческих, чтобы они там работали, творили, чтобы их видели? Я думаю, что фонтан... Какое-то пространство там. Наполнять событиями площадь обязательно нужно. И опыт Москвы, опять же, в этом нам пример. Но нужно наполнять городскими праздниками нового формата. И соблюдая, конечно, историю города. То есть пусть там будут для разных целевых аудиторий разные всевозможные мероприятия, события в контексте времени. Или посвященные прекрасному Соломону Сахару. Пусть все будет. И надо наполнять. Только в новом контексте, с новым дизайном. С новыми удобствами. С новым функционалом. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Шалеев, руководитель Центра современного искусства Галерея Прогресса. Максим Копылов, меж всем, не обделил нас своим вниманием. Он пишет под нашим опросом ВКонтакте, в комментариях. Ну, вот первое, что вижу, Максим, за то, чтобы парковку убрать с театральной площади. Максим согласен, что наша театральная площадь пустая, неживая, как и в большинстве российских городов. Поэтому стоит принимать европейский, в частности, опыт. Прага, Вена, Москва. Наполнять жизнь путем многофункциональных временных конструкций, удобных и быстрых в сборке-разборке. Летом наполнять ярмарочными киосками, деревянными вазонами с травами, с цветами, скамейки, качельки, баскетбольные кольца. Зимой можно все это, по мнению Максима, перестраивать в горки, заливать каток, подкерлинг площадку. В общем, по большому счету, мы сейчас с Дмитрием об этом говорим, чтобы жизнь в разных ее проявлениях там была. Ты знаешь, я согласна с чем, мне наши театральные площади повсеместно по всей России напоминают плац. Понимаешь? Так оно и есть. То, о чем я вначале говорил. Военный плац, всех построили, рассчитайся, промаршировал, продемонстрировал чего-то, конец. Мертвое все кругом. Но это тоже жизнь не символизирует, вот эти плацы. А именно, скорее, наоборот, все время в таком напряге держать. Ты под пристальным взглядом маршируешь в общем строю. Мне это тоже не нравится, потому что, если уж говорить о парадах и вспоминать там ту же Европу, то прекрасно проводятся... Мы сейчас про какие парады говорим? Любые парады. Любые парады. Больше парадов разных и ярких. Там прекрасно можно проходить строем, как угодно, отчекание шаг или пританцовывая. И не обязательно по пустой площади, а вот по этим проезжим улицам вокруг площадей. То есть площади озелененные, площади с арт-объектами, с качелями, красивыми с чем-то еще. Вокруг остаются проходные зоны, по которым, пожалуйста, можно устраивать парады. Но площадь действительно нуждается в жизни. Хочется, чтобы, понимаешь, на театральную площадь зашел, и там просто сад. Вот мне хочется. Бабочки летают, дети бегают. Вот красота, чтобы вот это была. У нас Николай Пихтин на связи, общественный деятель. Николай, добрый день. Добрый день. Какой вы хотите увидеть театралку? Во-первых, я бы хотел сказать, какой я не хотел увидеть. Вы совершенно верно сказали про плац. На сегодня это плац. Для проведения раз-два в году... Между прочим, плац в переводе с немецкого – это площадь. У нас немножко другое понимание. У нас употребляется, да, в военном смысле. И полностью согласен, что нужно убирать машины. Все же площадь должна быть для людей. Больше зеленых зон какая-то. То есть площадь должна работать для людей. Здесь вопросов как бы у меня нет. И, кстати, я бы хотел обратить внимание, вот то, что речь шла о парковках под площадью еще где-то. Вот посмотрите, у нас квартал Спаска-Дериндеева-Герцена совершенно пустой. Что там находится, одного богу известно. Он у нас не работает. Делает дедно в городе, в центре. Дальше. Вот хотелось бы сказать даже элементарные такие вещи по фонтану. Когда фонтан был запущен сначала, его строил весь город. Он был цветомузыкальный. Такая симфония воды была. А сейчас он, ну, что-то брызгает. Ну, мужичка так скучная. Если не ошибаюсь, фонтан на театральной площади в том виде, в котором мы сейчас его наблюдаем, был сделан в 2005, по-моему, году. В общем, большое мертвое пятно в центре города. Вот у меня такое ощущение. Брызгает, ну, это скучно как-то. Он был очень... Я помню, когда он был цветомузыкальный, люди специально приезжали со всего города посмотреть, полюбоваться. А сейчас нечем любоваться. Понятно. Спасибо, Николай Пихтин. Общественный деятель был с нами на связи. Я так поняла, что Николай имеет в виду пустующий, нефункционирующий квартал, который находится в Дериндяево в сторону Октябрьского проспекта. Вот огороженное бетонными плитами вот это пространство, что это военная часть или что там такое. Мы не знаем, что там происходит. Мы не знаем, что там концентрируется. Слушай, учитывая важность и значимость этого пространства, может быть, стоит отдельно как-то обсудить на урбанистическом форуме? Судьбы театральной площади. Театральную площадь? Да, будет такая возможность. Я не знаю, если заявка собирается до 6 ноября, то пока нечего будет обсуждать. Да, пока нечего будет обсуждать. Это отдельной темой можно будет обсудить, безусловно, и нужно. В общем, какие-то невеселые выводы у нас получаются. Пришла на ум фраза, у нас не театральная площадь, а остановка общественного транспорта. Театральная площадь получается. Такое огромное пространство. Классно, если через год мы получим там, знаешь, бушующий сад с детьми, людьми и какими-то интересными историями. Такая живая здесь абсолютно площадь. Еще можно будет во все двери свободно заходить. Зашел в правительство спокойно там. Зашел в ВУЗ там, понятно. Давай Олю Балезину спросим. Оля, как ты, сейчас она будет новости представлять вашему вниманию. Вот два слова, как нужно менять театральную площадь, на твой взгляд. Надо менять, надо менять. Хороший вопрос, если это реально, потому что там наверняка зарегламентируется. А, зарегламентируется. Оля сомневается, как любой новостник, понятно. Ну, плац или сад? Я некорректно сейчас так поставлю вопрос. Сад нужен, но в этом месте, наверное. Сад, но не в этом месте. Новости у нас с Ольгой Балезиной.